Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов. И сегодня традиционно среда, 25 марта, середина торговой недели. По многим инструментам мы похоже получили всеми ожидаемый разворот. В частности по паре евро-доллар намечается рост после последнего довольно сильного снижения. Доллар-каналец переходит к снижению, достигнув свои исторические максимумы. А также индекс S&P500 после своего обрушения кажется нащупал дно и готов к началу разворота. Итак, поехали. В паре евро-доллар возможно смена приоритета. Предварительно фаза снижения могла быть завершена и впереди ожидается рост либо в рамках разворота, либо коррекции. С момента последнего обзора пара опустилась к отметке 1.0651 и продолжила торговаться вокруг уровня 1.0680, который выступил с сильной поддержкой, удержавшей цену от дальнейшего снижения. После чего состоялся отскок до отметки 1.0889. На данный момент краткосрочным сопротивлением выступает уровень 1.0830, прохождение и закрепление выше которого окончательно подтвердит намерение пары к росту. Это в свою очередь позволит цене направиться к ближайшим уровням на 1.1053 с проходом до 1.1230. В случае снижения предельным уровнем, который может сдержать цену и вернуть рамки восходящего движения, выступает поддержка в районе отметки 1.0680, а при ее прохождении и закреплении ниже разворотного уровня 1.0573 сценарий будет окончательно аннулирован. Канадский доллар, по всей видимости, постепенно разворачивается в сторону укрепления против доллара США. После некоторой консолидации пара образовала очередной понижающийся максимум в районе отметки 1.4533, что позволило спроецировать через него нисходящую трендовую линию, которая выступает динамическим сопротивлением. На вчерашней сессии цена в очередной раз совершила ретест этой линии, от которой цена совершила отбой и, похоже, направляется вниз. Не исключена вероятность ее повторного теста и в случае успеха, ближайшей зоной достижения цены для нисходящего импульса выступает уровень между 1.3961 и 1.3793. При этом предельным уровнем, сохраняющим целостность трендовой линии и прогноз на снижение, это сопротивление на 1.4533, куда цена может зайти, а преодоление и закрепление выше разворотного уровня на 1.4700 отменяет данный сценарий. Ну и вот индекс S&P500, похоже, восстанавливается после своего обрушения и разворачивается вверх, найдя поддержку на уровне 2.191, где цена сформировала планку и отскочила от него. Сейчас формируется восходящий импульс и индекс торгуется у важных уровней, закрепление выше которых позволит ему окончательно подтвердить намерение на рост. Крайне важным уровнем выступает отметка 25.99, где цена может встретить сильное сопротивление, от которого может начаться коррекция до уровня поддержки на 24.01, но не ниже отметки 23.15. Отбой из этой зоны будет способствовать цене в дальнейшем продвижении вверх до ближайших уровней на 27.28, с потенциальным достижением 28.86. В свою очередь отмена сценария состоится при снижении и закреплении ниже разворотного уровня 23.15. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока.